Всем привет, я снова с вами. Как и обещал, сегодня я хотел бы более подробно поговорить о том, что же делать, если вы лишились работы в Дубае в этот непростой период. Причин для потери работы может быть множество, и при других обстоятельствах я, конечно, предпочел бы уйти сам, тогда, когда посчитаю нужным. Однако сегодня увольнение это лучшее, что может с вами произойти, так что не отчаивайтесь. Особенно если увольнение было не причиной дисциплинарного наказания, а следствием сокращения. Почему же я так считаю? Почему я считаю, что сегодня быть уволенным в Дубае гораздо лучше, чем если вы увольняетесь сами? Давайте рассмотрим по порядку. Если же вы уходите из компании по своей инициативе, то максимум, на что вы можете рассчитывать дополнительно, это бонусная наградная сумма в зависимости от вашей выработки в данной компании. Если же вас уволили, то к данной сумме также присутствует трехмесячная дополнительная заработная плата и авиабилеты домой. Неплохо, правда? Данный нюанс предусмотрен законодательством и в идеале должен быть соблюден каждой компанией. Почему я говорю в идеале? Потому что на самом деле каждая компания старается обойти данный закон, и финальная сумма зависит от вашей настойчивости, гибкости и взаимоотношений с вашей компанией. Можно полюбовно согласиться на минимальное предложение, можно найти консенсус с работодателем, но можно пригрозиться обращением в Министерство трудоустройства ОАЭ, для того, чтобы выбить максимальную сумму согласно законодательствам. Второй нюанс. Если бы вас уволили до карантина, то у вашего следующего работодателя возникли бы вопросы о причине вашего увольнения, что на самом деле существенно могло бы затруднить поиски новой работы. Сегодня же на волне пандемии уволения столь массовые, что их причина более ни у кого не вызывает вопросов и нисколько не вредит вашей репутации. Третий нюанс. Если же вас увольняют во время карантина, то это дает вам козырь в руки для того, чтобы сократить стоимость вашей арендной платы за квартиру, либо же и вовсе разорвать контракт с минимальными потерями, либо же и вовсе без них. Для того, чтобы понять, как это работает, давайте копнем немножко глубже законодательную базу Объединенных Арабских Эмиратов. Позвольте мне прочитать дословно, что гласит статья номер 249 Гражданского кодекса. В случае возникновения исключительных обстоятельств публичного характера, которые невозможно было предвидеть, например, форс-мажорных обстоятельств, в результате которых исполнение договора становится угнетающим для стороны, но не обязательно невозможным, судья имеет право уменьшить обязательства до разумного уровня. Арендатор должен обратиться в суд, если он стремится получить помощь в соответствии со статьей 249. То есть, как видите, если ваш доход был сокращен в связи с COVID-19, вы имеете право обратиться в суд и получить официальное постановление для вашего домовладельца касательно снижения стоимости вашей арендной платы. Продолжим по законодательству. Статья 273.1 предусматривает, что если в случае форс-мажорных обстоятельств контракт становится невозможным, все договорные обязательства прекращаются и контракт автоматически отменяется. Статья 273.2 предусматривает, что в случае, когда форс-мажорные обстоятельства делают невозможным выполнение только части обязательств, аннулируется только эта часть договора. Оставшаяся часть будет продолжать свое действие. К сожалению, гражданский кодекс не дает точного определения о понятии форс-мажорных обстоятельств, поэтому суд будет решать, каким образом COVID-19 повлиял на вашу ситуацию в каждом конкретном случае. Гипотетически, если ваш доход упал из-за COVID-19 до уровня, когда вы не в состоянии покрывать арендную плату, то вы можете расторгнуть договор без каких-либо штрафных санкций и оплатить сумму, актуальную ко дню, когда вы освободили собственность. Как видите, в таких обстоятельствах закон на вашей стране. К счастью, лично мне не пришлось перебегать к знанию законодательной базы, потому что моя домовладелица оказалась очень адекватной женщиной, и она предварительно снизила стоимость арендной платы несколько месяцев назад, позволила платить помесячно вместо ежеквартальной оплаты, и потом позже мы договорились об оплате каждые две недели с возможностью отмены в любой момент без каких-либо штрафных санкций. Но, к сожалению, так везет немногим, поэтому стоит быть подкованным во всех вопросах на каждый случай в жизни. Но пришлось мне столкнуться с трудностями приобретения билетов, обмена денег и закрытием банковских счетов. Дело в том, что мне нужно попасть в Украину. Репатриационные рейсы имеют свойство назначаться и отменяться совершенно спонтанно. Соответственно, никто особо не хочет с ними иметь никакого дела. Мои билеты должен приобрести мне мой HR, мой отдел кадров. И, конечно же, сотрудники не хотят брать риск. Дело в том, что в случае отмены рейса деньги не возвращаются. За вами просто сохраняется право перебронировать билет на следующий рейс. В качестве примера в моем случае отдел кадров не решался брать билеты так долго, что все они оказались раскуплены. Соответственно, судя по всему, я стою здесь еще на месяц. То есть вынужден потратить еще лишнюю тысячу долларов. Вот и получается, что мы своим работодателем сидим в ожидании официального государственного подтверждения следующего рейса. А к тому моменту, когда его наконец подтверждают за день или два до вылета, все билеты уже раскуплены. Замкнутый круг получается. В данном случае я могу лишь посоветовать и мониторить предстоящие рейсы авиакомпаний и подписаться на страницу нашего консульства в Facebook. Также вы можете отправить им им имейл и получить дальнейшие инструкции к вашим действиям. Если вы летите в Украину, то вам будет необходимо зарегистрироваться в специальном приложении для самоизоляции под названием «Диев дома». Есть, правда, определенный нюанс, что для регистрации вам необходим украинский номер. У меня в данный момент его нет, так как я в Дубае уже, ну скажем так, я здесь живу 5 лет. Соответственно, у меня не было необходимости в украинском номере. И, соответственно, я столкнулся с проблемой замкнутого круга, когда для того, чтобы попасть в Украину, мне нужна украинская сим-карта. А для того, чтобы купить украинскую сим-карту, мне нужно попасть в Украину. Говорят, что во время рейса 3 мая всем нуждающимся выдавали сим-карты по прибытию в Украину. Однако, так ли это на самом деле, с точностью утверждать не могу. Если вы знаете что-то точно, пишите в комментариях. Что касается закрытия банковских счетов. Прежде всего, вам необходимо их обнулить, обналичить все средства и прождать порядка одной рабочей недели, пока все транзакции будут завершены по банковской системе. Только тогда вы сможете обратиться в отделение банка для дальнейшей аннуляции вашего счета. Касательно того, зачем их закрывать, но здесь вариантов может быть два. Либо же, если вы не планируете больше возвращаться в Объединенные Арабские Эмираты. Либо же, если вы не хотите удерживать определенную сумму замороженной. Так как, в зависимости от банка, вам необходимо удерживать какую-то конкретную сумму на вашем банковском счету для избежания дальнейших вычетов комиссионных банка. Конкретно в моем случае, я пользователь банка FAB, а в прошлом это банк NBAD, до тех пор, пока они не были слиты воедино. И минимальная сумма, которую я должен удерживать на каждом из своих счетов, это 3000 дирхам. То есть на два счета на моих я должен удерживать 6000 дирхам, что уже является достаточно немалой суммой. Что привезительно порядка 1700-1800 долларов. Правда, не забудьте перед тем, как закрывать свой счет, что скорее всего вашему работодателю понадобится номер вашего банковского счета, чтобы перечистить финальную сумму. Теперь перейдем к обмену денег. Дело в том, что за последние пару месяцев курс обмена, особенно если вы меняете дирхамы на доллары, несколько колыхнулся. То есть если раньше можно было поменять порядка 367-366, даже местами курс обмена был к доллару. То сейчас курс в лучшем случае 369. На первый взгляд перемены кажутся не столь существенными. Однако если вы меняете приличную сумму, то и разница получается тоже достаточно весомой. Поэтому перед обменом я советую проверить в интернете адрес обменного пункта с наиболее выгодным курсом на сегодняшний день. Еще что вам нужно учитывать перед поездкой в Украину, это то, что максимально допустимая возимая сумма без декларирования составляет 10 тысяч евро. Все, что у вас будет свыше этой суммы, вам будет необходимо задекларировать. Для того, чтобы задекларировать сумму, вам также понадобятся документы, подтверждающие источники ваших доходов. Но также стоит учитывать потенциальные риски, если вы не задекларируете сумму, а штраф за отсутствие декларации составляет 1700 гривен. Плюс ко всему сумма свыше 10 тысяч евро у вас конфискуется. Правда, есть определенные законодательные нюансы, которые могут помочь вам отстоять ваши деньги, ограничившись лишь штрафом. В общем, как видите, если разобраться детально в сложившейся ситуации, то все не так просто, как хотелось бы. Я очень надеюсь, что вы не столкнетесь с подобными моментами, а если столкнетесь, то все решится максимально оперативно и выгодно для вас. Ниже в комментариях я буду рад увидеть, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно услышать, с какими трудностями пришлось столкнуться вам и как вы решили эти вопросы. Ставим лайк, подписываемся и ждем новое видео с дальнейшим развитием событий, изучением нюансов и подбором максимально оптимальных вариантов решений. Берегите себя, друзья. Пока.